здравствуйте это очень вкусная слива она появляется в продаже обычно концу лета но сейчас появилась сербская в данном случае но не принципиально хочу сделать простой пирог будет он вкусным ингредиенты перед вами их минимум тесто слоёное бездрожжевое было замороженным я его уже разморозил обрабатываю сливы делаю кольцевой надрез по тем бороздкам которые прямо на самой сливе обозначен удаляю косточку и режу вот так вот дольками ну собственно готово беру из теста немножко муки тесто ну тут обычно полкило всегда две пластины по 250 граммов ну одну пластину укладываю на другую ну отрезаю примерно четверть это четверть не понадобится и использую для чего-либо другого раскатываю тесто раскатывать надо от центра к краям ну и раскатываю его до нужного мне размера не особо обращаю внимание на толщину толщина будет такая какая нужна ну а размер ну сейчас сами увидите я часто делаю пироги из слоеного теста ну вот это прямоугольником поменьше размером ну собственно соответствует размером противня выравниваю уложив на бумагу для выпечки и вот так с помощью этой бумаги загибаю края ну так сантиметр может полтора ну со всех сторон ну затем прожимаю еще пальцами вот так со средним усилием затем смазываю сливочным маслом ну вот примерно вот такой размер моего пирога будет может у вас немножко будет больше или немножко меньше не принципиально смазываю сливочным маслом комнатной температуры ну сколько масла применить тоже на ваше усмотрение ну не меньше 50 граммов но наверное не больше 150 смазал посыпаю сахаром ну точно так же фиксированного количества нет насколько вы любите сладкое настолько и щедро будете сыпать укладываю дольки сливы она разноцветна двух цветов ну на вкус она абсолютно одинаковая что так что это можно вот так вот сделать а можно еще например взять нектарины и пустить сливу с нектарины чередуя дольки или чередуя ряды ну в общем запихал столько сливы сколько мук немножко слива осталось ну конечно она не пропадет я ее с удовольствием съем духовка разогрета до 215 приблизительно градусов посыпаю сливу сверху сахаром и отправляю в духовку ну минут двадцать и минут пять жар сверху можно так сделать ну если у вас нет жара сверху то не беда минут двадцать пять может быть у вас это займет видите все очень быстро и просто и очень вкусно немножко сверху взбитых сливок или например сыра маскарпоне или сметаны жир всем удачи пока пока